Сегодня пойдет разговор о невероятном создании украинского производства велосипед Азибут. Хе-хе-хе. Никогда не думал, что скажу что-нибудь хорошее в товарах украинского производства, но по всей видимости придется. Как ни странно. Многие мои знакомые задают вопрос какого хрена я езжу на велосипеде зимой. На что у меня есть встречный вопрос, а что зимой колеса становятся квадратными? Езжу, езжу. Протектор на колесах вроде позволяет. Главное не разгоняться сильно, в повороты на скорости не входить, а так едет так еще себе. Еще некоторых смущает вот эти странные вещи на передней вилке, но на самом деле тут все просто. Я вожу ребенка в школу, когда он водружается на вот это место. И вот сюда он просто ставит руки и все. Так что никаких сильных философских направлений эти вещи не несут. просто куда ноги поставить ребенку. Ладно, итак, сейчас мы показываем как мы с Дианой едем в школу с горки, а потом как мы едем со школы зимой на велосипеде. Так, первое, у нас есть седло, которое мы устанавливаем здесь. К сожалению, нам придется стать задом. У нас есть портфель и у нас есть сумка спортивной формы. Итак, я сажусь на лисопед. Ага. В твоего пятого положения. Ставим седло. Давай, я седу. Диана залазит на велик. Назад мы частенько едем так. Возьму едем на горку и приходится стоять стояк. Отпускаемся. А ну что, подожди, папа. Подожди, я тебе назад открещу. Ага, подожди. Чтоб тебя видно было. Аааа. Не, вот так, смотри. Аааа. Слази. Да, но при этом, конечно, я естественно еду перчаткой, которую я сейчас просто забыл на момент показательного фильма. Итак, посвящается, посвящается мороз. Давай. Посвящается мороз и солнце, и день чудесный. Правда, солнца нет, мороз тоже не очень, а день хреновый. В общем, когда я покупал этот велик, я думал, придется с ним возиться, поскольку он не импортный. И был готов к этому. Но, как оказалось, уже 7 лет, и абсолютно никаких проблем я серьезных. Не наблюдаю. Все, что я с ним делал, это парочку мелких настроек и парочку прикручиваний каких-то хреновин, которые просто отвалились. Так, не очень важно. Педали я поставил со старой Украины. Потому что здесь были педальки маленькие и с острыми шипами. Они мне все время в кроссовки давили. Продолжение следует... немного напрягает вот это вынесение руля вперед по отношению к вилке поскольку когда хочется выпрямить спину то вынесенный вперед руль этого не дает не дает такой возможности хочется дополнительно сделать какой-то байдур дополнительный маленький руль за который держаться когда их ехать хочется непринужденно а также когда есть огромное желание поехать не держа руль руками но на таком вынесенном руле вперед это сложно потому что центр тяжести смещен вперед его постоянно колбасит со стороны в сторону в общем без рук ездить немного сложновато на нем вот сейчас обратите внимание я еду по абсолютному это снег разъедет до состояния льда все-таки машины люди падают лед присыпанный припорошенный так сказать снегом конечно если круто повернуть на скорости здесь занесет еще и так у меня было пару ситуаций когда у меня заднее колесо занесло так что развернуло в обратную сторону но это я реально уже лихачил с колеи выезжаясь начинать это лед утоптанный колесами сегодня папа едет зиму на велосипеде в этом году зима дает прикурить по полной программе вот велосипед а вот папа но мы успешно справляемся с ней на нашем велосипеде потому что сейчас 20 градусов морозов и камера просто через минут 10 улетает ладно едем дальше